Всем привет! Дмитрий Геннадьевич снова в эфире. И вы смотрите выпуск на канале Дмитрий Спиридонов. Дмитрий Спиридонов и Дмитрий Геннадьевич это один и тот же человек, поэтому не путайтесь, не пугайтесь. Говорят, что внимание современного зрителя настолько сложно завоевать, что прям сходу его нужно шокировать, удивлять и приковывать внимание к экрану. И что не нужно вообще выходить в кадр, появляться в кадре автору канала и торговать лицом, а показывать интересные фрагменты. Прямо сходу, с первых секунд. Получается, что нашлась какая-то паскуда, которая заметила тебя в протоколах на соревнованиях. Я бы даже сказал, наверное, педаль, паскуда. У вас вопросы какие-то провокационные. Я только так и задаю. Вы засланец, наверное, оттуда-то. Отовсюду. Илья, сколько тебе лет? 51. 31-й год я в этом виде спорта. Не знаю, благодаря твоему репортажу или как, но количество участников увеличилось в два раза. Это показатель. Я не буду отвечать на этот вопрос. Меня уже второй раз приглашают на это мероприятие, на фестиваль «Тюмень сильная». Я этому очень рад. Это значит, что организаторам понравилась моя работа или, как минимум, я нигде не накосячил. Особенностью фестиваля в этом году стало проведение его не на одной площадке, а на шести. Мероприятие растет, количество участников растет, в одном месте все уже не помещаются. Ну а в плане пауэрлифтинга самой интересной фишкой, по крайней мере для меня, стал тот факт, что под крышей фестиваля «Тюмень сильная» выступили спортсмены и ФПР, и альтернативы. Под одной крышей это, конечно, образно. Спортсмены ФПР и ВРПФ выступали в разных помещениях, между которыми 20 минут езды на машине. Таковы суровые правила аккредитованных федераций. Спортсмены ФПР отдельно, альтернативы отдельно. Организация очень на наши условия пошла навстречу нам, то есть они разъединили нас с альтернативой в разные помещения, за что огромное спасибо. Хотя, ну, казалось бы, такая ерунда, но для нас это важно. Нас только разъединили, что я сейчас на такси ехал 25 минут, а Севастопольский сюда. Посмотрели город? Ну да, немножко посмотрел и понял, что уж точно альтернатива вас ничем не заразит, и вы с ними никак не пересечетесь, потому что вы очень далеко друг от друга. У нас, не знаю, я надеюсь, что взаимное уважение какое-то, и мы как-то сдружим, что ли. То есть приятно, что люди занимаются спортом, на них полностью, мне кажется, лежит именно популяризация, то есть они привлекают людей. И те, кто хотят заниматься спортом и уже поездить на чемпионаты России, они уже к нам появляются. Они занимаются популяризацией, а вы снимаете уже сливки, самых звезд добираете оттуда. А какие-то были проблемы юридического характера, учитывая взаимоотношения с АПР и альтернативной федерацией? Я не буду отвечать на этот вопрос. Понятно, но тем не менее, раз вы здесь, значит все прошло хорошо. Раз мы здесь, у нас все хорошо, да, мы согласовали все наши неурядицы. Та федерация под одной крышей, мы под другой. Ну, это сейчас вы улыбаетесь, а вдруг сейчас через неделю все изменится? Ну, свою должность вам предложу тогда. Нет, я даже за большие деньги не возьму. А что-то. Сегодня много участников? Сегодня 110 человек. Ну, это с двух. Мы сделали, проводим жим классический, дисциплину. И отдельно вывели упражнение тяга классическое. Вот, такое пробное для популяризации, для привлечения и вообще сказать о том, что мы здесь есть. И если я не ошибаюсь, в Тюменской области впервые решили провести отдельную тягу? Да, да. Тоже согласовали, все разрешили. Получается, что это будет как первый шар? Возможно, пойдет и дальше история? Не хочу думать об этом, потому что я думаю, если такими темпами мы скоро дойдем до подъема на бицепс, как в некоторых федерациях. Ага, то есть вы были против отдельной тяги? Как бы, ну... Не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, я думаю, что раньше вы в органах работали, очень продумываете каждое слово. Много ребят из альтернативы приходят к вам, переходят? Я не знаю, если честно, нет времени просто следить, кто где выступает. И поэтому, когда говорят, что у вас там кто-то выступил, просто нет физически времени отследить этот момент. А, кто-то в этом смысле, кто еще год не отсидел, да? Ну, говорят, я пока не остраю. Это вообще классно, это очень круто. Спортсмены довольны. Таким положением детей. Меня сейчас с поста снимут, да, с должности. Да, и огромные миллионы рублей пропадут с зарплатой. У вас вопросы какие-то провокационные? Я только так и задаю. Вы засланец, наверное, откуда-то. Отовсюду. Официальное представительство СБД в России. Не знаю, Дим, благодаря твоему репортажу или как, но количество участников, справа литинга, сможешь говорим, увеличилось в два раза. Это показатель. Значит, мы идем на данный момент по правильному пути. И еще хотел бы подчеркнуть, у нас же не чемпионат мира стал, что участников идет чисто. У нас как был турнир открытый, там, Тюмень сильный, он так и остался. Это политика, которую поддерживается там Сергей Дмужвецкий. Кирилл Сарчев приезжал, как бы, и она мне на данный момент прям близка. Поэтому я за то, что даже название фестиваля, мы должны каждый свой регион по-своему представлять, продвигать. И название не иностранными словами, ну, это моя точка зрения, а простыми, доступными. Сказал Тюмень сильный, ты понимаешь, откуда ветер дует, так скажем. Субтитры подогнал «Симон» Илья, сколько тебе лет? 51. 51. И до сих пор тягаешь железки? 31 год я в этом виде неспортный. Блин, нафига? 51 год, надо дачу покупать, там, огород, овощи, фрукты. Дача куплена, но я не люблю копаться в земле. Я еще не готов. Ты любишь копаться в магнезии? Да! Когда-то я пришел в спорт, да, а сейчас я уже не могу уйти из спорта, потому что, когда 7 лет назад мне сделали операцию на сердце, мне сказали, Илья, 3 раза в неделю при любом раскладе ты должен делать кардио по полтора часа. Соответственно, 3 раза в неделю я делаю кардио, и 3 раза в неделю занимаюсь либо железками, либо еще иногда хожу к ребятам и боксирую. Они сказали, обязательно поднимай штангу и обязательно в майке. Нет. Мне делали в Москве, в центре Мясникова, как бы операцию, да. И когда меня врачи спросили, что ты хочешь получить после операции, помимо того, чтобы спокойно жить, я говорю, я хочу дальше продолжить выступать на соревнованиях. Они говорят, мы тебе сделаем операцию, единственная просьба, не форсируй. И чтобы выйти вот на нынешние веса, а я вышел практически на свои лучшие веса спустя 7 лет после операции на сердце, вот, и я затратил на них почти 5,5 лет, чтобы выйти на эти результаты. На помощь приглашается, Коварев и я. Старт! Животик! Дамеж, 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 идёт, 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 идёт! Ты судишь в альтернативных федерациях, где порог входа очень низкий, может прийти буквально любой спортсмен, и наверняка ты сталкиваешься часто с тем, что люди просто не читают правила и не знают, что делать. Да, вот это очень страшно, потому что я очень люблю федерацию, допустим, я люблю все федерации, я очень уважаю федерацию АПФ, потому что я в своё время был победителем Кубка России, я мастер спормижона класса по АПФ, да, вот. Я чем очень люблю ту федерацию, потому что все спортсмены, которые участвуют на соревнованиях, они знают правила, в отличие от каких-то других соревнований. И там очень чёткий регламент проведения соревнований. Если сказано в 10, значит в 10 соревнований начались. Если следующий поток в 11, значит в 11. Вот это надо, к этому надо стремиться. А как сделать так, чтобы все спортсмены, которые участвуют в альтернативе, чтобы они знали правила? Это возможно, либо это нереально? А надо их просто читать. А сегодня, вот из того, что ты помнишь, где были косяки, что люди не понимали или не знали? Самое главное, что люди не знают, даже некоторые не знали команды, какие при том или ином упражнении есть. То есть не знали команды в приседаниях, не знали команды в жиме, не знали, что команда какая есть в тяге. Ну это очень плачевно. То есть бросают в воду и типа научишься сам уже на помосте. Да, наверное. И плюс еще ко всему, еще, конечно, с экипировкой, даже все равно есть какие-то определенные правила. Люди не читают, потом говорят, а почему я не могу выступать в этом поясе? Ну потому что такие пояса запрещены. Они даже не читали об этом. Все что я знаю, что тебя зовут Артем Мизецкий. Про килограммы твои я раньше помнил, сейчас уже забыл. Старый стал. Напомни, пожалуйста. Собственный вес у меня сейчас 143. Лучший результат в жиме 395 в однослой. Я выступал в ФПР. Для меня это печальная ФПР. Потому что готовился на Россию. Хотел поставить новый рекорд, пожать за 400. Готовился почти год. То есть только туда нацелился. Ну и произошел такой казус, что не допустил ФПР к себе. Расскажи поподробнее, как это произошло. Получилось так. Оставалось две недели до соревнований. Я заявку все проплатил, все оформили, все готовились. Уже собирались ехать. Смотрел билеты. И получилось так, что приходит отказ. Причем приходит в пятницу ночью, в 3 часа ночи отказ. Сказали, что без объяснения причины и все такое. Ну через определенных людей мы узнали, что где-то что-то там засветилось в протоколе с альтернативой. Из-за этого они сняли соревнования. Но это было на самом деле, ты выступал в этом ночи? Да, были соревнования, я соглашусь. Накосячил? А? Накосячил? Я не считаю, что это накосячил. Это называется забыл. Я вообще считаю, что железо везде одно. И вот этот бред, что нельзя выступать в других федерациях, это бред. На самом деле везде спортсмены есть хорошие, сильные, неважно какая федерация. И железо везде одно. Получается, что нашлась какая-то паскуда, которая заметила тебя в протоколах, на соревнованиях и сообщила куда надо. Да, нашлась такая паскуда. Что самое интересное, я не афишировал. Я бы даже сказал, наверное, педаль, а не паскуда. Я думаю, что он посмотрит это видео обязательно. Я надеюсь, чтобы он посмотрел. Вот, если надо, пиши, я поговорю с тобой. Вот, поэтому, как бы, ну, произошла такая ситуация. Не захотели, как бы, да, видеть меня на своих сынованиях? Пожалуйста. То есть я вот сейчас приехал на Тюмень. Здесь классно, все хорошо. Здесь будем, значит, поднимать. Сегодня ты в чем, в какой номинации будешь? Я выступаю в однослойной экипировке, в жим лежа, вот, буду сжать. Готов хорошо? Очень хорошо. Это то есть та форма, которая могла быть на России? Я думаю, что даже больше. Прогнозы не боишься делать? Нет. Сколько хочешь закончить? Хотелось бы за 400. Причем. 400 тоже пойдет? Тоже пойдет, но хотелось бы за 400. А максимальный сейчас какой? 395. Официально, да? А когда жал 395? Декабре. Почему не пошел в 400? Третий подход был 395. Тренер написал, я столько и сделал. Ну, это как-то обидно немножко, да? Нет. Пятерку не нажать. Ничего страшного. Лучше чуть-чуть не нажать и быть целым, чем травмироваться. И потом полгода восстанавливаться, а то и будет. На вопрос приглашается Шипулов Павел Жим. И мне прям кайфово от экипы. Ну, то есть вот это давление, вот эта борьба, вот эта точность. Кровь из глаз, из носа. А вообще кайф. Засыпание под штангой. Это самое лютое, вообще классное. Ты выступаешь в альтернативе, в жиме лежа, в экипировке. Конкурентов практически нету, не то что в твоей категории, а даже если собрать все категории, потому что популярность экипировки падает с каждым годом стремительно. А как ты себя мотивируешь на то, чтобы тренироваться и увеличивать результаты? Я себя не мотивирую, я просто хочу это делать. То есть, ну, давайте честно, я положил на это всю свою жизнь. Хотя мне 29 лет, но за все эти 29 лет я всегда жал в экипировке, всегда тренировался в экипировке. Я кайфую от нее. То есть, ну, я не вижу другой жизни, мне не нужна другая жизнь. Я буду это делать до последнего вздоха. А самый большой кайф когда ты ощущаешь? Самый большой кайф во время тренировок. Вот когда в майку опускаешь, вот это давление, вот это напряжение. Последние два сантиметра самые кайфовые для меня. Когда же начинаешь слышать голоса умерших людей, разговариваешь с ними. Другой мир видишь. Вот это, на самом деле, самое кайфовое. Соревнование это ты уже дошел до результата, ты просто его проверяешь. А вот именно сам путь это самый кайф для меня. Многие говорят, что на этом фестивале очень много людей, и спортсменов, и зрителей. Но среди выступающих нет звезд. Нужны звезды, нужны огромные килограммы, нужен уровень прям. Это ваша задача, либо как бы вы к этому относитесь философски? Философски. Нет, у нас массовый спорт, так скажем. Поэтому наша цель и задача из этого массового спорта, может быть, потом в дальнейшем, кому понравится спорт, и он выберет смысл жизни, либо еще что-то, тогда он пойдет за большими медалями, за кубками, за деньгами в профессионалах. Может быть, это будет уже осознанный его выбор. Ребята, занимайтесь пауэрлифтингом, неплохой вид спорта, даже хочу сказать, фундаментально мужественный вид спорта, потому что, действительно, чтобы заниматься пауэрлифтингом, нужно действительно быть сектантом, конкретным, отморозком, вообще. Это, понимаешь, это даже не рвок и толчок олимпийский, это просто тупо вот, бам-бам-бам, альтернативная федерация, и все, и ты находишься там в дивизионе, блядь, пятого столба, третьего колена, седьмого кольца, уникального королевства кривых зеркал, блядь, и стоишь с этой медалью, блядь, в этой категории и радуешься этому, понимаешь? Ну, что они говорим, мы про федерацию пауэрлифтинга России, ФПР, это однозначно, с ее ужесточением и шизой по отношению к альтернативе, это, я смотрю на этих ребят и понимаю, что вот это, это, так вот, если народа войска распределить, это четко выверенная такая структура, где все, как, блядь, по уставу, блядь. Это штрафбат. Это штрафбат такой, да. Все остальное, все остальное. Им эта федерация досталась, как наказание за что-то. Наказание за что-то, да. Попал в ФПР, это, знаешь, такое, это первая ступень в ад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok